здравствуйте дорогие друзья я всех рада приветствовать на моем канале лидия мишушина живем с интересом и сегодня у нас с вами интерес опять к вину ну к вину из крыжовника сейчас пора крыжовника у меня крыжовник позднеспелый он же весь созрел и как бы определенное количество мужу очень активно его кушаем уже скушали и вот как бы всего у меня четыре вида крыжовника два вида покислее один уже по скороспелий который мы скушали и вот 4 сорт который сейчас как вот активно спеет я все четыре сорта смешала сделала микс и мы друзья сейчас с вами будем делать вино из крыжовника как я уже сказала у меня здесь всего два килограмма крыжовника 2 килограмма и все два килограмма мы должны поместить в эту бутыль но смысл в том друзья что сам крыжовник вот в таком виде в котором он есть его нельзя закладывать в бутыль потому что его нужно обязательно пропустить через блендер или мясорубку объясню почему у меня уже было несколько опыта того что если мы можем вот представлять такой крыжовник у него очень толстая шкурка и и вот как туда пройдет вот это же представить какой нужен процесс чтобы туда вот прошла прошел сахар и на начался процесс брожения у меня однажды стоял 33 месяца стояла вот вино у меня есть еще 20 литровые бутыли в 20 литровой бутыли три месяца я его процеду вроде бы как бы уже вроде бы как перебродила я его перелила в бутылке против мне показалось кисловатый ну думаю ничего страшного представляете у меня получилось не вино а ну как бы молодой вино получилось шампанское то есть за три месяца даже он не успел вот этот процесс брожения он не успел совершенно он не только у меня там закончил заказ что у меня очень медленно как бы шел даже не не перебродил он ну в принципе получил шампанское очень даже вкусное вот такое вино которому так с удовольствием вот такую шипучку вкусную кисловатенькую но мы ее выпили итак друзьям мы все это пропускаем через блендер или через зарубку как я сказал можно погруженным блендером так я вот пропустил и через блендер и сейчас все это выложу в бутыль и друзья совсем вам забыла сказать что крыжовник ни в коем случае мыть нельзя ни одной из ягод из которой вы делаете вино мыть нельзя почему потому что здесь находятся дрожжевые грибки которые способствуют как раз брожению если вы все это помойте то просто можете испортить соскать ягоды все это вас просто может закиснуть так что ни в коем случае крыжовник ним так я вижу поместила уже в бутыль и сейчас буду заливать воду мне сюда нужно будет высыпать 2 килограмма сахара поэтому сахар я буду лить в воду то есть добавлю в воду и размешаю чтобы потом в бутыли мне не размешивать это как обычный вот мой прием который я применяю воду можно не обязательно холодную если у вас как бы есть вода такая теплая у меня вот колонка газовая поэтому она мне подогревает холодную воду я вас не сможет участвовать и процесс брожения начнется гораздо быстрее для чего вот я опять объясняю для чего я вот так вот размешиваю сахар чтобы потом он не сел на дно и вам нужно будет активно бутыль вот так стряхивать она большая не 10 литров я вот так вот как бы развожу чтобы он быстрее разошелся быстрее начнется уже процесс брожения некоторые меня очень удивлены когда узнают что я делаю именно вот из крыжовника вино но я вам хочу сказать что вообще сам себе крыжовник очень полезный как бы говорят это ягода от старения он по своим свойствам очень похож киви есть ну как бы мы знаем что кукиве часто все покупаем и кушаем вот у нас в россии это крыжовник по этим вот свойствам он очень хорошо как бы влиять на обмен веществ очень хорошая кишечника много естественно у него разных витаминов желе вот пектинов желеобразующих таких средств для суставов это очень хорошо поэтому крыжовник обязательно нужно кушать очень полезные минут свежем виде ну и вот так же вот его из него делают царское варенье вы знаете что очень шикарное варенье у кого она получается вот его варит ну вот я ну и вот его в основном кушаем свежем виде и вот я немножко ставлю вот вино потому что вино тоже очень вкусно из него очень полезные друзья мои я вам рекомендую попробовать вот именно вот вино из крыжовника у нас вот семье как бы одной из самых таких вот любимых что ли но не то чтобы любимых а вот то что что например если спросишь какой-то будешь там то пример взять у меня скажет из крыжовник потому что ему крыжовниковый очень-очень нравится но вкусное но полезное его можно например вечером разбавлять там с минералкой с холодной водичкой пить просто как коктейль вот просто вечером когда ты уставший дыхаешь можно вот такое вино вот она очень очень полезная а ну во первых получается такой непритерный сахар гасится за счет того что крыжовник кисловатый как бы он га в этой кислотой он гасит сахар получается очень очень вкусный напиток и так друзья я продолжаю разбавлять сахар лью воду я значит через фильтр вот нужно сырую воду не кипяченую воду потому что нам нужно чтобы у нас был активный процесс брожения если мы вскипятим воду естественно убьем там все все микробы все все бактерии это не есть хорошо нам надо чтобы у нас все с вами было живое и настоящий чтобы был процесс брожения и так я все налила по плечике видите по плечике 2 килограмма сахара и 2 килограмма крыжовника все вот это вот все у меня будет стоять где-то недели три потому что сейчас уже ночи стали прохладные если до этого у меня малиновое вино на третьем на третьей неделе я уже его слила от жома потому что жом уже весь как бы отдал уже все всю свою полезность уже жом светлый стал я его слила то здесь уже сейчас ночи стали более прохладные и где-то недели через три через месяц я посмотрю как у меня уже если перчатка будет уже такая вялое будет спадать уже то я освобожу от жома все это процежу и поставлю дальше на дозревание можно уже не в такой большой бутыли ставить можно ставить и в трехлитровых банках уже смотрите как вам самим удобно я использую по-разному переливаю опять в эту бутыль процежу опять в эту бутыль и вот или вот в трехлитровые банки переливаю чтобы мне удобнее было с ними как бы с места на место там куда-то переставлять уже убираю более прохладное место а сейчас эту эту бутыль будет у меня на виду я буду постоянно его так помешивать друзья мои вот так чтобы жом значит у меня вот этой жидкостью омывался чтобы он не заблесневел и чтобы вот все здесь вот у меня было что все на виду чтобы не дай бог и сорвал перчатку нам это не нужно еще один момент друзья я сейчас сюда добавлю криллу столовых ложки малинки я всегда во всю во все вина в основном всегда кладу малину потому что малина она дает вот три столовых ложки будет достаточно очень хорошие у них как бы дает процесс брожения а это очень важно особенно на первых порах очень очень важно вот и осталось нам только одеть перчатку вот и все и отправить на брожение и пусть она у нас значит здесь вот резиночкой желательно закрепить внизу чтобы было чтобы не срывала и сделать вот здесь вот как всегда мы делаем с вами на перчатке вот здесь вот сделаем дырку иголочкой маленькую дырочку чтобы не срывал постоянные и и все друзья мои если если у вас водяной затвор есть это вообще прекрасно так что друзья мои на этом все видео как бы я уже свое заканчиваю вот и надеюсь я все моменты вам рассказала вот так что делайте пробуйте пробуйте вино из крыжовника очень очень полезное очень вкусно и как и все вкусно и полезно что мы делаем что я делаю на моем канале друзья для вас вот это все из моего жизненного опыта это я не придумала вот сейчас и вчера и сегодня вот я уже делаю все свои я уже говорил что все свои способы все свои вот и вот эти всякие вины напитки в частности я делаю уже много много лет и поэтому решила поделиться с вами наш получать вкусно потому что нравится там что-то полезно и потому что это доступно друзья мои мы прекрасно видим какие сейчас у нас цены очень и очень все дорого и поэтому мало того что это все натуральное так это еще и все полезное это все и все это доступное так что друзья мои я надеюсь вас уговорила всего вам доброго до будущих встреч на моем канале берегите себя и своих близких и будьте здоровы когда вы будете друзья сливать вино обратите внимание когда вы процедите то попробуйте если вам покажется что вино кисловатая то можно добавить еще сахара это на любителя то есть в такие вина обычно ложится если вы берете 10 литров воды и 2 килограмма ягод и до 3 килограмм можно класть сахарного песка поэтому если вы попробуйте вам вам покажется что вино кисловатая можете добавить еще уже на ваше усмотрение на 300 грамм полкило тогда у вас и процесс брожения опять как бы возобновиться и опять крепости наберется вино еще больше и так сказать уже по вашему вкусу и все сделайте так что вот вот такой вот как момент не упустите